Здравствуйте, уважаемые соотечественники! 10 января приближается, это день выборов, и разные источники проводят опросы общественного мнения. Как вы знаете, нынешняя власть запрещает проводить опросы общественного мнения, потому что они заранее знают, что эти опросы покажут полный провал партии Нур-Атан, Нур-Султана Назарбаева. Мы недавно опубликовали опросы общественного мнения, которые я проводил в Инстаграм для большого количества людей. И в соотношении, в сравнении с партией Акжол было следующее расположение процентов, 87% за Акжол и 13% за Нур-Атан. Другие опросы, которые мы делали в Ютьюбе, показывают, что Нур-Атана нет даже 10%. Вот сегодня я выставил опросы онлайн режима, и там у Нур-Атана всего лишь менее 6%. И обратите внимание, что предвыборная кампания только началась, и при этом вы везде видите только рекламу Нур-Атана. Посмотрите телевидение, газеты, реклама на столбах, во дворах, на базарах даже студенты и школьники ходят. То есть везде вы видите только агентов Нур-Атана. Это по поручению школы двигаются школьники, по поручению институтов двигаются студенты, им дали куртки, ранцы, и они ходят, раздают листовки Нур-Атана. И обратите внимание, что рекламы других партий нет. А почему? Потому что всем ясно, как только они начнут делать адекватную рекламу, население будет отказываться воспринимать Нур-Атан в полной мере. И сейчас, чем больше рекламы Нур-Атана, тем больше людей это вызывает раздражение, ненависть. И, ну, представьте себе, вы знаете, что эта партия у власти уже 30 лет. И все проблемы, которые есть у нашей страны, именно связаны с именем Нур-Султана Назарбаева и его так называемой партией. Депутаты, которые приходят в парламент, принимают законы, только выгодные Нур-Султану Назарбаеву. Если вы, учитель, у вас низкая заработная плата, знайте, это депутаты Нур-Султана Назарбаева от партии Нур-Атан голосуют за те законы, которые направлены против вас, чтобы у вас была низкая заработная плата. Если вы, нефтяник, получаете 100-150 тысяч тенге, знайте, что законы, которые принимает Нур-Султан Назарбаев через партию Нур-Атан, они таким образом приняты, чтобы вы, нефтяники, получали среднюю зарплату не 10 тысяч долларов, как во всем мире, а максимум 500 долларов. И это касается всех предприятий, которые занимаются горно-рудной отрасли, угольные компании, те, кто добывает золото и так далее. Вам платят почти ничто, при этом все основные сливки снимает Назарбаев и его ближайшее окружение. Кто такие законы принимает? Принимает мажелись, в котором сидят депутаты от партии Нур-Атан. Здесь, конечно, парадоксально, что в партии Нур-Атан официально числится около 700 тысяч человек, из которых значительно основную часть составляют учителя и врачи, и они ходят, участвуют в фальсификации, а потом они умоляют эту власть поднять им заработную плату. Судя по всему, учителя обучают детей и сами не осознают в полной мере, что тем, что они помогают партии Нур-Атан получить максимальное количество процентов, участвуют в фальсификации бюллетеней на этих выборах, они, по сути дела, что называется, сами себя режут, бьют сами себя. Очень важно осознать тем, кто помогает партии Нур-Атан, тем, кто агитирует за партию Нур-Атан, это относится к государственным чиновникам, студентам, школьникам. Они должны осознавать, что вы поддерживаете воровскую власть, которая затем руками своих депутатов принимает такие законы, которые направлены против вас. Вы возмущаетесь, что у власти Нур-Атан Назарбаев 30 лет. Вы возмущаетесь, что его дети и внуки миллиардеры. Вы возмущаетесь, что у них дворцы, самолеты, яхты, которые стоят по несколько сот миллионов долларов. Но при этом вы, голосуя за Нур-Атан, агитируя за Нур-Атан, по сути поддерживаете их, потому что они принимают за тем законы, которые им дают иммунитет. Такие законы, которые запрещают их обыскивать, запрещают отбирать их имущество. Вот вы сами им помогаете находиться у власти. Вы сами принимаете участие в том, чтобы эти преступники вас же и мучили. Мне кажется, пора уже осознать, что необходимо менять свою жизнь, менять жизнь страны. И, собственно, именно поэтому мы говорим, что голосуем за партию Акжол. Это тоже Назарбаевская партия, но этот механизм нам позволяет отобрать голоса у партии Нур-Атан, чтобы в день выборов у Нур-Атан в реальности было не более 2%. А если это возможно, то и того меньше. Уважаемые учителя, вы можете, будучи членами партии Нур-Атан, просто прийти и проголосовать за партию Акжол. Это касается всех тех, кто является членами партии Нур-Атан. Когда вы проголосуете за партию Акжол, вы увидите, как будет эта власть метаться, вбрасывать бюллетени руками тех людей, нечасоплотных, которые сегодня получают какие-то небольшие премии от этого режима и думают, что таким образом они решают свои проблемы. Они решают какие-то вопросы на 2 недели, в лучшем случае на месяц. На самом деле они себе вредят на многие годы, вредят своим детям, внукам, в стране, вредят всем. Что тогда будет, когда тотально все проголосуют за партию Акжол? Тогда на всех участках начнутся массовые фальсификации. И в этой связи я обращаюсь к членам избирательной комиссии, которые тоже являются учителями, врачами, представителям разных общественных организаций. Обращаюсь к вам, потому что вы ответственны за судьбу не только себя, своих близких, но ответственны за судьбу своей страны. Вы видите, как нам угрожает через Путина какие-то его шестерки, его депутаты. И они озвучивают эти угрозы для того, чтобы вы себе сказали, что наш сосед может нас завоевать. И давайте мы лучше будем жить с Назарбаевым, какой бы он плохой ни был. Собственно, это сговор нашей политической верхушки режима султана Назарбаева с Путиным. Те изображают, что якобы будут отбирать земли и что эти проблемы может решить только Нурсултан Назарбаев, якобы его потому, что он друг Путина. Не верьте, все эти действия это по сути дела специальный замысел нашей политической верхушки. В канун таких важных событий, как выборы, обострить обстановку, ввести раскол внутри страны между разными социальными группами и разными национальностями. Только для этих целей идут эти выпады. И я говорю по этому поводу, что нет смысла реагировать на каких-то шестерок Путина. Мы должны понимать, что все это монтируется руками Нурсултана Назарбаева и его подельника Путина. Наша задача построить народную власть, парламентскую республику и добиться, чтобы вот такого рода выпады никогда не происходили. А это возможно только тогда, когда мы построим сильную власть, которую поддерживает весь народ. Это возможно только при парламентской республике, когда не будет должности президента, когда депутатов реально будет избирать народ, когда все правительство будет назначать парламент, депутаты избранным народом, когда Акимы опять же избираются народом. Вот только тогда будет сильная народная власть. Вот куда мы должны стремиться. 10 января осталось буквально чуть более двух недель. Да, сейчас Новый год, какие-то праздники и многие живут текущей обычной жизнью, жалуются на то, что денег не хватает, жалуются на эту власть, но при этом миллионы не готовы для себя принять решение. Очень важное решение. На самом деле у нас сейчас историческая возможность поменять жизнь свою и всей страны. Что мы должны сделать? Мы 10 января должны не просто прийти проголосовать за партию Абжол, не просто стоять на избирательных участках, ловить их за руку, фиксировать воровство ваших голосов. Не только это. Это очень важно. Но 10 января наша задача просто снести этот режим. Я еще раз повторяю. 10 января надо для себя поставить задачу снести этот режим и построить новую страну. Когда в голове эта установка будет отстроена, тогда человек способен на такие действия, которые реально приведут нас к цели. Что мы должны делать 10 января? 10 января. Мы должны прийти на избирательные участки, проголосовать за партию Абжол, контролировать тех, кто будет пытаться делать вбросы, вбрасывать фальшивые бюллетени, фиксировать эти нарушения. На следующей неделе вы услышите, что международные разные организации объявят о мобильной платформе, мобильном приложении. Вы тогда можете сфотографировать свой бюллетень с галочкой, которая указывает, за кого вы проголосовали. И мобильное приложение даст вам возможность увидеть реальную картину по всей стране. Кто же сколько и за кого проголосовал. Уважаемые друзья, 10 января мы имеем уникальную возможность. Я в принципе своих предыдущих эфира говорил, но мне снова и снова задают вопрос, а что нам это даст? Мы просто проголосуем за Абжол, просто придем на митинг. Дальше что? Звучат призывы стоять дальше до тех пор, пока эта власть не уйдет в отставку. Но примеры разных стран показывают, что для того, чтобы эта власть ушла, нужны решительные действия. Посмотрите, в Белоруссии регулярно, каждую субботу, воскресенье выходят десятки тысяч людей. И в августе у них вообще была возможность, когда на улице страны вышло 300 тысяч человек. Когда Лукашенко был фактически парализован от страха, протестующим нужно было сделать один единственный шаг. Единственный шаг это взять резиденции Лукашенко, административные здания областных центров. Что значит взять? Просто прийти и заполнить протестующими эти здания, как это произошло в Армении. Без какого-либо конфликта просто изойти в эти здания. Этого могли добиться белорусы 8 августа, в день выборов. Но белорусы не были готовы к этому моменту психологически, организационно. И сейчас борьба затянулась, но очевидно, с учетом международных санкций, мощнейших против самого Лукашенко, против его ближайшего окружения. С учетом того, что регулярно идут протесты и протест он не завершается, только ширится. Очевидно, что власть у Лукашенко падет. Но что должны делать мы? Мы знаем, что более 90% населения настроены против султана Назарбаева и его режима. Значительная часть, скорее всего основная, знает, что мы после того, как сменим эту власть, сразу изменим свой жизненный уровень. Богатств в нашей стране так много. Притом, я здесь не говорю о том, что нужно в ближайшем будущем перестраивать экономику, построить новые производства. Это все будет, безусловно. Но даже сейчас существующий уровень производства, различные предприятия и так далее, позволяет как минимум в 2-3 раза увеличить свою заработную плату и улучшить жизненный уровень. Назарбаев хвастается, говорит, что якобы в резервах лежит порядка 90 миллиардов долларов. Но разве вы видели эту помощь? Помощь для всей страны. Зато вы знаете, что они яхты покупают по 200 миллионов долларов. У них гигантские здания, у них огромные богатства, они швыряют деньги, они проводят празднества. Вы все это видите. Вы видите их дворцы, и они перед вашими глазами. Вы все это видите. То есть эти богатства проплывают мимо нашего народа. И поэтому, что нам нужно делать? 10 января не просто выйти на акции протеста, не ходить кругами с флагами, не просто ходить и петь песни. 10 января нам необходимо собраться в определенных местах, я сейчас скажу о них, собрать серьезную массу. Затем нужно просто группой, большой группой протестующих, которые числяются тысячами человек, зайти в административные здания и просто заполнить их собой. И в тот день не будет режима Нусултана Назарбаева, потому что он потеряет власть в Астане, в Алматы и во многих областных центрах страны. Это простой план. Для многих это кажется фантастическим. Многие боятся, боятся полиции, боятся вообще действовать, решительно действовать. Но я много раз говорил, это уже научный факт. Для того, чтобы добиться успеха, добиться смены режима, в принципе достаточно от 3 до 5% общего количества населения. В нашей стране живет порядка около 19 миллионов человек. И поэтому, если мы говорим о 3-5%, значит, если активная часть населения от 500 тысяч до миллиона выйдет на улицы страны, этот режим падет в тот же день. Нам не нужно будет ходить со знаменами, петь песни, сжечь резиновые покрышки, выражать свой протест, объявлять голодовки, идти на какие-то столкновения нет. Когда выходит такая масса, режим падает в считанные часы. Наши соседи, кыргызы, это нам уже несколько раз продемонстрировали. Они свой протест начали после парламентских выборов. Днем к вечеру этого режима уже не было. То есть, им понадобился всего лишь день, чтобы свалить режим. Один день. И братья-кыргызы это демонстрируют нам регулярно. Поэтому, уважаемые друзья, что называется, вот примеры рядом с нами. Не нужно никого убеждать, что вообще это реализуемо. Вспомните Армению. В Армении, где живет чуть более трех миллионов человек, в самом городе Ереван вышло 150 тысяч человек. Они просто заполнили площади, затем административные здания власти, и власть пала. И мы то же самое можем сделать. Что мы должны и что мы можем сделать? Всего избирателей в нашей стране 12 миллионов человек. И по разным прогнозам считается, что около 50% населения пойдет на избирательные участки 10 января. Это 6 миллионов человек. Только сейчас я сказал, что для того, чтобы сменить режим, нам нужно от полумиллиона до одного миллиона человек, при этом одновременно по всей стране. Вот представьте себе, что в этот день на избирательные участки выходит 6 миллионов человек минимум, в реальности больше. 6 миллионов человек. Для того, чтобы сменить режим в Астане и в Алма-Ате, достаточно 50, ну может быть 100 тысяч человек. То есть фактически в двух городах, если на протесты выйдет 100-150 тысяч человек, то этот режим падет, падет в этих крупных городах, а дальше автоматически, как карточный домик, посыпется все. Соответственно, вывод очень простой. 10 января, когда выходит на избирательные участки 6 миллионов человек, нам нужно добиться, чтобы в Астане, в Алма-Ате и в других городах вышли на улицы десятки тысяч людей. В Астане и в Алма-Ате нам достаточно по 50 тысяч человек. В областных центрах 5-10 тысяч человек. Это небольшое количество. Я хочу вам напомнить, что в Астане все, что может собрать Назарбаев, полицейских 3000 человек. В Алма-Ате тоже максимум 3000. Но представьте себе, что в тот день, 10 января, основная часть полицейских, она будет рассредоточена на избирательных участках, потому что на избирательных участках они будут обеспечивать порядок силами одного или второго полицейского. То есть, с учетом того, что в Астане порядка 300 избирательных участков, значит приблизительно минимум 600 полицейских они будут рассредоточены. В реальности будет больше рассредоточено. В Алма-Ате почти 600 избирательных участков, значит более тысячи полицейских тоже будут рассредоточены на этих избирательных участках. То есть, 10 января эта власть будет, по сути, ослаблена и будет рассредоточена вся полицейская команда по нашей стране. И у режима не будет возможности перебрасывать полицейские силы из одного города в другой, в частности в Астану и Алматы, потому что они нужны на местах. И вот фактически мы должны использовать это обстоятельство, которое у нас есть на данный момент и может повториться только через 4 года. Мы должны использовать это обстоятельство и свалить этот режим. Что мы должны делать? Мы изучили разные варианты и я сейчас озвучу общий подход, который будет детально уже в виде рекламы, постов, представлен на следующей неделе. Итак, мы слышим рекомендации от многих наших сторонников, что нужно проголосовать, например, с 10 до 12 часов на избирательных участках именно в определенное время, а затем, собравшись на избирательных участках, идти пешим ходом к месту проведения основного митинга. Но мы посмотрели, уважаемые друзья, и поняли, что это нереализуемо. Во-первых, практика показывает, что когда люди разными группами собираются в разных местах, затем не факт, что с этих мест люди начнут идти пешим ходом к месту проведения основного митинга. Почему? Потому что в этих местах у них не будет лидеров, люди постоят-постоят, увидят, что никто не организовывает этот процесс, никто не организовывает пеший ход, шествие, и они уходят домой. Пока на этих избирательных участках не будет группы лидеров, нам не удастся, чтобы основная масса людей, присутствующих на избирательных участках, двинулась пешим ходом к месту проведения митинга. И поэтому логика подсказывает, что если место проведения митинга известно, нужно выбирать избирательные участки вокруг этого места проведения митинга. Но тут выяснилось следующее, что во всех городах, во всех абсолютно, не указаны точные адреса избирательных участков. Есть район, есть квартал, где находятся избирательные участки, ну улица, например, какая-то ее часть, но не описано, что вот здесь такая-то школа, номер такой-то, мы могли бы эти школы или какие-то другие места общественного значения изучить, и понять, что там действительно можно сконцентрировать определенное количество людей и затем пешим ходом двинуться к месту проведения основного митинга. Но, к сожалению, в связи с тем, что наш ЦИК не заинтересован и опасается, что в этих местах будет большое скопление людей, не дают точные адреса. В этой связи мы применяем теперь другой принцип. Я сейчас сразу хочу сказать, что предварительно мы решили действовать следующим образом. В каждом городе мы определим места, которые известны, места сбора. Ну, например, в Алма-Ате мы знаем 6 мест, где люди собираются, это парки, скверы, какие-то площади. То есть там можно после того, как человек проголосовал, прийти на эти места, и там обязательно будут разные люди, которые будут организовывать пешеход, шествие в сторону проведения митинга. Что мы делаем? Мы, например, определяем 5-6 мест в Алматы, и четко озвучим время, когда эта масса с 5-6 мест должна идти в сторону места проведения митинга. Там эта протестная масса собирается, готовится, и следующий маршрут это в сторону Акимата, например, в сторону Акимата Алматы. И наша задача, чтобы эти десятки тысяч людей зашли в здание Акимата и стали фактическими реальными владельцами власти в нашей стране. Еще раз повторяю, не захватывать, не ломать, просто зайти в эти здания, заполнить их самими протестующими, и все, в этот день власть перейдет в сторону народа. То же самое мы делаем в Астане и других областных центрах. До выборов буквально осталось около 20 дней, и нам нужно действительно осознать, что это все реально, что это можно сделать, для этого надо преодолеть страх, для этого нам просто нужно собрать массу, и дальше все будет идти, само собой, по определенной логике. Я сейчас заранее этот план озвучиваю, чтобы каждый из вас осознал, что именно так мы должны сменить режим. Это исторический день, это историческая возможность. Больше такой возможности у нас не будет еще 4 года. Именно 10 января 6 миллионов человек придет на избирательные участки, минимум. Для того, чтобы собрать 6 миллионов человек в других условиях, нужен серьезный повод. И в реальности у нас такого повода больше не будет еще 4 года. Поэтому, уважаемые друзья, я озвучиваю ту задачу, которую мы будем реализовывать. Прийти на избирательные участки, проголосовать за Акжол. Мы не будем дожидаться итогов выборов, которые они могут объявить через 2 дня, через 3 дня. Потому что через 2-3 дня это рабочие дни. Основная масса будет на работе. И нереально собрать на протест миллионы человек. Именно 10 января абсолютно реально. Это по факту минимум 6 миллионов человек будет на избирательных участках. Более того, у нас уже до 2-х часов дня будет масса фактов, как этот режим фальсифицирует результаты выборов. Я обращаюсь сейчас к учителям и членам избирательной комиссии, которые могут нам помочь, будут нам давать эти данные, высылать фотографии, снимать на видео о том, как идет фальсификация, тотальная фальсификация на выборах. Поводов этот режим нам дал множество. Если мы хотим изменить свою жизнь, жизнь своей страны, я призываю граждан Казахстана проснуться, быть активными. И мы это можем сделать 10 января. Что еще нужно сделать до 10 января? Я уже говорил, что достаточно каждому из вас просто выделить 100 тенге, напечатать 20 листовок, 20 листовок с призывом голосовать за Акжоу. Это официальная агитационная ваша деятельность, которая разрешена законом. И именно до 10 января вы обладаете возможностью беспрепятственно агитировать за партию Акжоу. 20 листовок, 1 миллион человек распечатывает 20 листовок, 20 миллионов листовок по всей стране. И каждый из вас осознает, что нужно голосовать за Акжоу, что нужно прийти, проголосовать на избирательные участки, ловить за руку этих воров, которые подделывают эти бюллетени, и затем прийти на митинг и в тот же день сменить режим. Не ходить с плакатами, не петь песни неделями, как это делают белорусы. Нет. Пример нам дают братья Кривизы. Прийти и в тот же день сменить режим до султана Назарбаева. 10 января. Алга, Казахстан.